В этом году добровольцы внесли неценимый вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Все, что делают официальные волонтерские организации и просто неравнодушные жители нашего города, это настоящий пример доброты, человечности и бескорыстия. В этом году мы боремся с пандемией коронавируса. И очень многие помогают тем людям, которым нужна эта помощь. Это выражено в доставке продуктов, доставке лекарств, прессы, другой помощи. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто занимается этой безвозмездной, но очень нужной деятельностью. Не каждый сможет отбросить свои дела, прийти на помощь тому, кто нуждается. Купить лекарства и продукты, принести газету и выгулить собаку, шить маски и раздать листов. Все лето волонтеры развозили продуктовые наборы, помогали с организацией дистанционного обучения, возили людей в медучреждения на жизненно важные процедуры, собирали одежду и помогали подготовить родителям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, детей в школу. Без участия добровольцев в городе не проходит ни одно спортивное и культурное мероприятие. Волонтеры ездят в детские дома и проводят праздники, ходят в дома престарелых и дарят рисунки, помогают пожилым гражданам перейти на цифровое телевидение, учат пользоваться электронными сервисами. И все это делается безвозмездно, в свободное от работы и учебы время, от чистого сердца. Своим участием они помогают сделать мир чуточку лучше и показать, как важно объединиться перед лицом общей беды. Я хочу поздравить всех, кто сегодня занимается, помимо своей основной деятельности, волонтерской работой. Это очень нужное направление, очень важная работа. Ежегодную премию в нашей Подмосковье тоже посвятили людям, которые борются с эпидемией коронавируса. И в этом году она называется «Мы рядом». Среди 180 победителей двое из Электрогорска. Это Елена Билыч и Анжела Перекраснова. Елена Билыч и Анжела Перекраснова.